ЗВОНОК В ДВЕРЬ По мнению сельчан Залина Ингружева по профессии педиатр недостаточно опытна, к тому же иметь трехмесячного ребенка, а значит толку от ее деятельности в должности заведующей амбулатории не будет. Приехавших на встречу с жителями, представителей районных властей и Министерства здравоохранения, сельчане пытались убедиться в том, насколько им необходим грамотный врач, профессионал, такой, каким, по их мнению, является Мухаммед Татимов. Жизнь человека зависит от врача. Мы ничего у власти не требуем. Мы не просим у него никакой материальной помощи. Мы просим лишь оставить нам доктора Татимова. Моя мать умерла из-за того, что ей не было своевременно оказана медицинская помощь. Татимов за короткое время, что у нас работал, оказал помощь многим. Все им довольны. Мы возмущаемся, что нашим мнением никто не поинтересовался. Разве можно сравнить детского врача и опытного терапевта? Никто нашего мнения не спрашивал. Мы по разговорам жителей села услышали и узнали, даже пришли в шок, как вот работал человек и нет него. Но он хороший врач? Конечно, конечно. Очень хороший. Вот лично вы к нему обращались? Очень. Сколько раз я обращался? Три часа у меня он был. Два часа у меня он был. Ни раз, ни два, ни три. Сколько раз он был у меня? У меня сердце и давление было. Очень хороший. Пусть работает она тоже. Бывший главный врач амбулатории ушел на пенсию. И на его место без ведома администрации назначили руководителя амбулатории. Скажите, вы согласны с недовольством людей? Я знаю одно, что нашему селу нужен специалист, терапевт, который оказал бы первую необходимую помощь больным. Я лично ничего не знал и о назначении, и о снятии. А кто принимал решение, вы знаете? Ханцов не найти, я сейчас не знаю. Ну, а кандидатура Татимова Мухаммеда вас лично тоже устраивает? Меня устраивает его кандидатура. Ну, он как бывший врач скорой помощи, естественно, может оказать первую врачебную помощь. И желательно, чтобы такой человек, как он, работал за ведущим. Татимова, врач одной из больниц скорой медицинской помощи Москвы, на должность заведующего амбулатории селения Верхний Куркужин, пригласил главный врач Поксанской районной больницы Заур Казаков. Он же спустя два месяца издал приказ о назначении на эту должность Залины Емкушевой, невестке бывшего заведующего. По моей инициативе, по инициативе некоторых жителей, я связался с доктором Татимова и вызвал его из Москвы, из Подмосковья. Ну, где-то, наверное, месяца полтора-два с ним переговоры ввели. Ну, в общем, результатом было возвращение его. В течение двух месяцев отсутствия заведующего, поставила нам заведующего амбулатория, она исполняла временно, исполняла обязанности. Так вы его пригласили всего на два месяца из Москвы? Нет, с планами, что... Вот скажите... Верху же собирался на заслуженный отдых. Так он ушел, насколько известно? Да, он ушел, да. Ну, и чем вас Татимов не устроил? Да, нет, устроил. Устроил. А теперь дальше что будет? Мы будем искать законные решения. Она может лечить взрослое население, имея специальность педиатра? Нет. Ну, вы же тоже в какой-то степени ответственны за это. Люди говорят, что она купила эту должность. Вы можете это прокомментировать? Так я могу. Потому что у нее есть богатый влиятельный родственник, и она купила эту должность. Как можно купить должность? Я не знаю. Не могу ответить на это. Вряд ли. Представители Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии пообещали, что вопрос будет рассмотрен министром Шейтовой при ее возвращении из Москвы. Однако приказ о назначении МКУЖЕВА уже издан и отменит его нужные основания. В любом случае интересы жителей села для нас приоритетны, заверили представители Министерства здравоохранения. Продолжение следует... Продолжение следует...